Всем привет! Меня зовут Саша, Raddle Tools. Я большой любитель инструмента и фанат аккумуляторного инструмента Makita. В прошлом видео менеджер компании Makita продемонстрировал нам всю линейку импактов, которые сейчас доступны на рынке. Но видео получилось немаленьким, поэтому я решил отдельно сконцентрироваться на автоматических режимах или электронных помощниках, которые есть в импактах, более топовых, и чуть подробнее рассказать о том, когда они полезны, когда они помогают, когда они наоборот мешают, продемонстрировать электронных помощников на всех импактах, где он есть, и на одном очень уникальном импакте, который вскользь упоминался в прошлом видео Александром, но он настолько уникальный, что в принципе заслуживает отдельного видео. Я постараюсь на этой неделе такое видео снять и сделать полноценный обзор на этот импакт. Но ближе к концу видео чуть подробнее про него поговорим. Поэтому, как всегда, на YouTube подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, чтобы я понял, что вам нравятся такие видео. Электронные помощники, автоматические режимы, как ни назови, это все просто запрограммированные режимы работы импактов, которые сама компания Makita на заводе программирует, исходя из каких-то собственных пониманий. Но, опять же, запрограммировать можно только специальный контроллер, поэтому такой режим может быть только на бесщеточных устройствах, где есть контроллер. В щеточных устройствах никакой контроллер для работы не нужен, поэтому и умных режимов работы тоже не будет. Такие помощники присутствуют в ограниченном количестве импактов линейки Makita. Всего 5 импактов. 154-й, 155-й, 171-й, 172-й и TD-001 в 40-вольтовой линейке. В принципе, TD-001 это король таких автоматических режимов. В нем их целых 6, очень разнообразны. И 6 этих режимов всего лишь потому, что Makita позиционирует TD-001, 40-вольтовую линейку, уже не только как профессиональную, но и немного индустриальную. То есть для промышленных предприятий, которые могут требовать чуть больше инструмента, чем профессиональный строитель. Итак, самые простые из этого всего списка ударные шуруповерты, в которых есть только один специальный режим. Это DTD-154 и DTD-155. Я оба их достать не смог. У меня есть только 155-я модель. В ней 2 скорости, 154-й и 3 скорости. Но автоматические режимы у них отличаются. В 154-м в автоматическом режиме шуруповерт засверливает саморез, то есть сразу работает на максимальных оборотах. А после появления сопротивления на саморезе, как только импакту приходится перейти на удар, обороты сразу же автоматически переключаются на среднее из трех скоростей и среднюю силу удара. Это помогает лучше контролировать силу затяжки самореза, но при этом быстро засверлить его в плотный материал. В 155-й модели наоборот. Автоматический режим дает минимальную скорость в начале работы, без нагрузки или сопротивления на саморезе, чтобы можно было его более аккуратно или точно выставить саморез. Но при достижении сопротивления, то есть когда саморез уже немного вошел в материал, импакт переходит на удар и плавно увеличивает скорость вращения до максимальной. Опять же, удобно, когда нужно закручивать длинные саморезы в дерево. Длинный саморез очень сложно удержать с большими оборотами, поэтому такой режим очень удобен. Правда, с мелким крепежом он уже не поможет. На мелком крепеже нужно просто выбирать самую низкую скорость из всех доступных. На 155-м это S. И работать на низкой скорости, иначе не успеешь даже заметить, как покрушишь материал. Следующая модель DDD-171. Эта модель Макиты считается прям золотым стандартом. Очень сбалансированный импакт, небольшой вес, хорошая мощность, достаточно для очень большого спектра задач. Несколько автоматических режимов, помогающих во многих видах строительных работ. В общем, универсальный аппарат, который понравится любому строителю. Золотой стандарт, ни больше, ни меньше. Если говорить про электронного помощника, в этом ударном шуруповерте есть 4 автоматических режима. Переключаются отдельной кнопкой. Начинается с режима дерева. Это режим, который есть как раз-таки в DTD-155. Медленно, аккуратное начало и максимальная мощность после вхождения в материал. Следующий режим. Это режим болт. Не то, что кладут, но в принципе. Это что-то новенькое. Такой режим работает только при откручивании реверса, то есть вращение против часовой стрелки. Импакт выдает максимальный оборот и удар, чтобы сорвать прикипевший болт или гайку. Но как только усилия уже не нужно, шуруповерт полностью останавливается, несмотря на зажатую кнопку. При прямом вращении импакт работает просто на максимальной скорости. Ничего не регулирует. И еще момент. Не нужно зажимать кнопку до конца, чтобы получить максимальные обороты. То есть регулировка скорости сильно сужается. То есть можно увидеть, совсем чуть-чуть нажимаешь на кнопку, и он очень быстро переходит на максимальные обороты. То есть в конце кнопка ничего не регулирует. То же самое при обратном вращении. Но надо показывать на болтах. Далее. Режим T, в частности T1. Этот режим я бы назвал деликатным. Как по мне, он лучше всего подходит для кровельных саморезов. Потому как импакт выдает максимальную скорость в самом начале. То есть помогает быстро засверлиться. Но при этом сразу же останавливается после начала ударов. То есть даже если продолжает зажимать кнопку, импакт перестает сверлить. Режим T2 максимально похож на автоматический режим в DTD-154. Высокая скорость в самом начале. И снижение частоты ударов, скорости при входе в материал. Тут уже нет полной остановки, как в режиме T1. И скорость снижается, но непонятно до каких значений. Просто до комфортных для контроля. И самый навороченный участник, с самой сложной панелью режимов, это 40-вольтовый импакт TD-001G. Как я уже упоминал, тут 4 скорости. И 6 автоматических режимов. Первые три абсолютно идентичны тем, что есть DTD-171. Это дерево. Это режим T1 деликатный. И режим T2 для более быстрого закручивания в плотный материал. Дальше начинаются отличия. Дополнительные три режима. Или, скажем так, расширенный режим болтового закручивания, завинчивания. Режим Bolt 1. Это средняя скорость закручивания. 2500 оборотов. И никаких ударов. Как только импакт переходит на удар, он отключается. Несмотря на то, что вы будете держать зажатую кнопку. Если же мы в режиме откручивания, в режиме реверса, то сила удара равна 2. И остановка сразу после окончания. То есть видно, что он сразу останавливается, так как сейчас нет удара. Режим Bolt 2. Это максимальные обороты, максимальный удар. Но только в течение 0,3 секунды после начала удара на закручивание. На реверсе максимальный удар. То есть не средний, а максимальный. И моментальная остановка после прекращения удара. То есть остановка такая же, как в режиме Bolt 1. И режим Bolt 3. Это максимальный удар, максимальная скорость. Но уже в течение целой секунды после начала ударов. То есть отсчитал секунду. И даже с зажатой кнопкой импакт прекращает затягивать. На реверсе у нас максимальные удары и максимальная скорость. Но как только удары прекратятся, импакт не останавливается. А просто снижает скорость и продолжает выкручивать болт или гайку. Как говорил Александр в прошлом видео, чтобы не потерять гаечку. Или не уронить какое-то оборудование на себя. Или в принципе его не уронить. И специальный гость этого видео, предоставленный магазином Технопрофиль. Это модель DTD-172. Насколько я понимаю, в ближайшее время можно ожидать начала продаж этой модельки. Как минимум в Беларуси. И будет он эксклюзивно только в магазине T-Pro Buy. Новый импакт, но все характеристики очень знакомы. Они под копирку скопированы с T-171 модель. Два шилда. Можно сравнить. Абсолютно одинаковые цифры. Что обороты, что удары. На всех абсолютно скоростях. Если говорить про тему нашего видео, про режимы. Здесь опять же все то же самое. Абсолютно идентичные 4 скорости. И точно так же есть 4 автоматических режима. Но переключаются они отдельной кнопкой. Нет отдельных светодиодов, как в 171 модели. То есть здесь у нас были отдельная панель автоматических режимов. В 172 модели используются те же светодиоды. Зелененькие. Но включается голубой светодиод, показывающий, что это автоматический режим. То есть все то же самое. Режим первый это дерево. Второй режим это болтовое соединение. Режим болт. И дальше два режима для саморезов. Т1 и Т2. То есть деликатный. И режим сокручивания длинных саморезов. Т1 и Т2. 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 Ну скажем так, останавливается рановато. Пробуем в середину. Ну, здесь, в принципе, хорошо. Не сильно премял, но шайбу не сорвал. Здесь получше. Видно, что лучше, чем в 171. Точно так же аккуратно. Может быть, даже чуть раньше, судя по прогибу, чуть раньше он остановился. Красиво. Лучше, чем везде. Ну, а здесь уже побольше, чем везде. Еще один тест, всякий случай. А, ну, тут уже как везде. Ну, наверное, да, Т1 здесь такой посильнее настроен. Пробуем эти же режимы, но с более длинными саморезами. DTD-171 с длинным саморезом, режим Т1. Ну, это такое себе. Пробуем его в середину. Ну, да, это не очень. Это надо переделывать. То есть, такой автоматический режим не подходит. Проверяем длинные саморезы на 40-вольтовом. TD-001. Режим Т1. Ну, тут уже, да. Тут видно, что ему без разницы на длину. Просто загоняет. Но здесь рановато. TD-172. Тоже длинные саморезы. Не хочет. Может быть, там сучок. Давайте проверим в другом месте. Ничего не меняется. Одинаково они со 171-м это делают. Ну, здесь получше. Странно как-то. Ну, так. Своеобразно. Ну, я отпустил сам. Ну, такая скорость не очень большая. Можно вовремя словить. Воу-воу-воу. Тише-тише. Воу. Просто в мясо развалился. Запасная штука в режиме Т2. Прям просто рвет и ломает. Да. Его... Не успеваешь его словить. Просто вообще. Т2 не для этого. Это точно. Ну, тоже так. Достаточно деликатно. Не спеша. Можно остановить, когда захочешь. Ну, с мелким уже сложнее успеть. Слишком быстро засверливает. Да. Нужно прям очень аккуратно. То есть, вот в этом суть. То есть, как только прекратился удар, он останавливается. Все, опять же, остановился. Ну, тут он чуть дальше откручивает. Чем 171 сейчас. Прям для наглядности. Ну, то есть, разница есть. Режим, настройку режимов поменяли. Изменения очевидны. Как-то по-разному очень работает. Ну, в принципе, все то же самое. Ну, то есть, имеет право на жизнь. То есть, работает очень похоже на режим дерева. А, нет, не на режим дерева. На деликатный. Очень похоже на деликатный. То есть, как только появился удар, он сразу остановился. Режим болта 2 на закручивание. То есть, вот оно заметно чуть дольше уже закручивается. Дольше стучит. И, причем, на максимальных оборотах. Секунду. Тут вообще ничего не останется. Ну, вот я держу кнопку, он продолжает. Он не работает. 0,3 секунды и перебор. Так, ну, попробуем болт 3. Не боюсь, что тут на форварде что-то будет. Ну, вот опять же, секунда и он остановился. Будучи нажатым. Реверс. Все так же. Подводя небольшой итог. В принципе, 172-й, 171-й, они очень похожи. Как я и говорил, набор авторежимов у них абсолютно одинаковый. Все технические характеристики у нас тоже одинаковые. Но подробнее об этом расскажу в отдельном обзоре. Если сравнивать эти два импакта на 18-вольтовой и 40-вольтовой линейкой, в принципе, да, он мощнее. У него лучшие характеристики. Он, скорее всего, быстрее все закручивает. Он точно сильнее. У него есть специальные болтовые режимы, что тоже его выделяет среди всех. Но стоит помнить, что эта штука сильно тяжелее. И аккумулятор тяжелее, и, в принципе, сам импакт тоже тяжелее. Если говорить про авторежимы в 154-м, в 155-м импактах, они простые, так как сами устройства, в принципе, тоже простые. Но при этом можно каждый строитель для себя выбрать, что он делает. Если вы работаете с деревом, это 155-й. Если вы работаете с кровельными, то это 154-й импакт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. На этом все. Всего вам хорошего. Ничего плохого. Пока. Пока. Так, смотрим, что у нас тут. Подтонная упаковка. Ну да, пленки не пожалели. Тут пленки. Благо, макитовский нож справляется. Итак, проявляется самое главное. Вот оно уже видно. Что же это у нас за инструмент-то такой? Да что ж ты будешь делать? Оп, 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 оп. Самая главная наклеечка. Даже не важно, какая модель. Самое главное, что это сертифицированный в Беларуси инструмент. Так, смотрим, что же у нас в комплекте. Гарантийник. Не влез. Идет комплектом. Итак, большой-большой паспорт. С такими же наклеечками. Очень важными. Что это все сертифицированный инструмент. Так, ну про это мы все расскажем отдельно. Здоровая инструкция. На 108 страниц. Я уже читал. Дальше. Самое главное. Та-да-да-дам. ДТД. 172. Во всей красе. И пакетик со скобой. Что, и биты нету? Нет, биты нету. Скобая винтик. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Кюмбелем. Субтитры создавал DimaTorzok